Двор по проспекту Ленина 6. Здесь спокойно, но местные жители уверяют, это временно. Выходные все на природе, а по будням вечерний покой нарушают шумные компании. Детская площадка превращается в бар под открытым небом. И нам некуда деться, да, милочка? И мы уходим оттуда. Вот нас с Ниной Ивановной буквально вчера оттуда выгнали. Мы с ними не связываемся. Вот положа руку на сердце, боимся. В таких случаях нужно обращаться к своему участковому или вызывать полицию, говорят силовики. Во дворе на Ленина 4 пикник организован прямо на столе для пинг-понга. Алкоголя на первый взгляд нет, но общаться с журналистами здесь категорически отказываются. Под эгидой прокуратуры. А это неважно. Рейд. Я согласен, не давалось. На съемку. Еще одну застенчивую компанию встречаем во дворе на улице Осипенко. Молодой человек, там так-то спортивная площадка. Не надо, но камеры снимаются. От нас все ходите? От меня? Лично? Для начала хотя бы, чтобы вы закрыли бутылку пива. Закрою. Переместились куда-нибудь подальше от спортивной площадки. Перемещаюсь. И что дальше? Протокол. 500 рублей. Пожалуйста. Кодекс об административных правонарушениях запрещает курить, пить спиртное и вести себя вызывающе в общественных местах. К ним относятся скверы, парки, дворы и детские площадки. Штраф 500 рублей. Впрочем, он мало кого пугает. Этот мужчина, вероятно, уже не первый раз совершает экскурсию в отдел полиции для составления протокола. Силовики и общественники в такие рейды они выходят не реже, чем раз в месяц. Говорят, цель не наказать, а предупредить. Само появление стражей порядка над дебоширов порой действует отрезвляюще. Лариса Шлафаста, Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События.